Тынду, Индия. Военно-воздушные силы Индии опровергают утверждение Пакистана о сбитом истребителе Су-30. Специальный корреспондент. Тынду, Индия. 6 марта 2019 года. Военно-воздушные силы Индии во вторник опровергли утверждение Пакистана о том, что один из индийских истребителей Су-30 был сбит 27 февраля в ходе воздушного боя. Военно-воздушные силы Индии также заявляют о том, что входящие в состав военно-воздушных сил Пакистана истребители F-16 выпустили несколько ракет воздух-воздух среднего радиуса действия Амрампа индийским истребителям. В ходе этого столкновения явно наблюдалось использование истребителей F-16 военно-воздушных сил Пакистана. Быстрые и корректные тактические действия истребителя Су-30 в ответ на пуск ракеты Амрам позволили ее уничтожить. Обломки этой ракеты упали в районе к востоку от города Раджури в штате Джаму и Кашмир, в результате чего один мирный житель на Земле получил ранение, подчеркивается в заявлении военно-воздушных сил Индии. По сведениям из официальных источников, детали ракеты Амрам были предоставлены Соединенным Штатам. В заявлении военно-воздушных сил Индии сказала, что 27 февраля система противовоздушной обороны страны находилась в полной боевой готовности, и сосредоточение истребителей военно-воздушных сил Пакистана с пакистанской стороны от линии контроля было замечено. Истребители военно-воздушных сил Индии были подняты в воздух по тревоге для того, чтобы лишить пакистанские самолеты возможности атаковать наземные цели. Военно-воздушные силы Индии использовали в этом воздушном столкновении истребители Мираж-2000, Су-30 и МиГ-21 Бизон. Самолеты военно-воздушные силы Пакистана были вынуждены спешно повернуть назад, о чем свидетельствует и то значительно расстояние, с которого ими были запущены ракеты, подчеркивается в заявлении военно-воздушных сил Индии. В ходе того же инцидента один истребитель МиГ-21 вступил в воздушный бой с истребителем Ф-16 и сбил его с помощью ракеты Р-73. В этом бою истребитель МиГ-21, за штурвалом которого находился командир авиакрылый капитан Абхинандан Вартаман, попал и ракет Амрам, и он упал с пакистанской стороны от линии контроля. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.